Ну что, друзья, всем привет! Рад вас видеть на нашем канале Одиссея. Поздравляю с началом нового учебного года. Наверное, стоит сожалеть тем, кто хотел, чтобы лето продлилось гораздо дольше, но тем не менее, с этим ничего не поделать. Поздравляю с тем, что вы стали на год старше, пошли в новый класс, особенно обращаюсь к выпускникам, к 11-классникам. Уже через год вам нужно будет сдавать централизованное тестирование. И конкретно те, кто будет сдавать историю Беларуси, всемирную историю обществоведения, для вас на канале будет много полезных видеороликов. Сегодня я объясню для тех, кто будет сдавать историю Беларуси, что представляет собой СТ, и мы разберем некоторые нюансы и первый, а один вопрос. И, во-первых, стоит отметить, что вы, люди, которые сдают СТ в 2022 году, первый выпуск новой программы, которая предусматривала изучение истории Беларуси 6-го по 9-й класс. То есть она упрощенная, сокращенная, и сразу же стоит здесь отметить, что задания, скорее всего, будут гораздо проще, чем в прошлые годы. Но уж точно они не будут сложнее, потому что многие элементы из программы были удалены, с легкостью сказать, с уверенностью точной, что можно готовиться к следующему СТ по прошлым. Но это не значит, что, конечно же, нужно расслабляться и меньше усилий прилагать для подготовки к СТ. Вряд ли Рикс будет что-то структурно менять, поскольку изменения основные произошли еще в прошлом году. Вот, допустим, из 50 заданий, которые были до прошлого года, осталось только 44. Часть Б расширили, часть А сократили. В части А осталось 28 вопросов, в части Б, соответственно, 16. Вот таким вот образом. Сами задания по своей типологии, по форме никак не поменялись. Вопросы все остались такими же, ну, такого же уровня. И все, по сути, других изменений никаких не произошло. Далее будем, соответственно, разбираться еще. На канале каждую неделю буду выходить по одному видео по истории Беларуси, по всемирной истории, по обществу, видению и так далее. Буду разбирать для вас дистанционное тестирование, репетиционное тестирование каждого этапа. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вы это все знаете, чтобы следить за новостями. Ну и также подписывайтесь на нашу группу ВК, все ссылки есть в описании. Там будет полезный и интересный материал. Что ж, приступим к выполнению первого вопроса. А один по истории Беларуси. Он звучит следующим образом. Возникновение животноводства на территории Беларуси произошло. То есть нужно выбрать, когда Первое, седьмой век до нашей эры. Второе, 135 тысяч лет назад. Третье, 21 тысяч лет назад. И четвертое, третье тысячелетие до нашей эры. Пятый вариант, восьмое тысячелетие до нашей эры. И тут сразу же нужно отметить, что речь идет о первобытном обществе. И как мы с вами понимаем, как мы знаем, в первобытном обществе основу хозяйства составляли такие занятия, как охота и собирательство. Это совсем уж отдаленное, да? Поэтому даты, которые касаются появления животноводства, они, скорее всего, будут гораздо ближе к нам. Поскольку для того, чтобы человек начал заниматься животноводством, он должен доместицировать, то есть домашних животных. Понять, как их разводить. И причем животноводство и земледелие, они связаны. Каким образом человек приступит к этой деятельности? Что должно произойти в его жизни для того, чтобы он начал разводить животных и заниматься земледелием? Конечно же, это характерная черта оседлого образа жизни. Мы с вами знаем, что до неолита практически люди на территории Беларуси постоянно эмигрировали, постоянно передвигались. Они охотились, собирали клубни, корни, там какие-то ветки и все вот это вот. Яйца птиц, например, и так далее. Поскольку не знали ни животноводства, ни земледелия. Для этого нужна наблюдательность, какая-то социальная организация и оседлый образ жизни. Поэтому все даты, которые для нас очень отдаленные, далекие, например, вот второй вариант или вариант третий, они просто-напросто не подходят. Со всеми остальными будем разбираться. Например, первый вариант, седьмой век до нашей эры, он касается, если вы знаете периодизацию истории Беларуси, железного века. Поэтому сразу же здесь тоже отпадает. Животноводство здесь уже в принципе было. Рассмотрим пятый, восьмое тысячелетие до нашей эры. Это, если вы помните, мезолит. Эпоха мезолита в некоторых странах наиболее передовых, на тот момент для первобытного общества. Это уже практически граница неолита. Но вы знаете, что периодизация истории Беларуси от общепризнанной, от всемирной, от археологической, в принципе, на разных территориях, в разных регионах, она серьезно отличается. Потому что у кого-то есть какие-то материалы природные, у кого-то нет, ну и так далее. Поэтому тут стоит опять же опираться на то, что животноводство появилось в эпоху неолита. В шестом классе обычно и рассказывают про неолитическую революцию, по всемирной истории это, соответственно, пятый класс. И тут сразу же можно себе запомнить. В неолитической революции животноводство появляется вместе с земледелием в эпоху неолита. А это, соответственно, третье тысячелетие до нашей эры. Поэтому в этом вопросе будет правильным ответ третье тысячелетие до нашей эры. То есть я еще раз отмечу. Животноводство и земледелие – это занятие, которое появляется гораздо позже, чем охота и собирательство. Они из них как бы вырастают. Но для этих видов деятельности характерны оседлость, оседлый образ жизни. Поэтому тут подойдет третье тысячелетие до нашей эры. Опять же, ориентируйтесь на такие наиболее близкие даты в подобных вопросах. Смотрите на те периоды, которые здесь указаны. И, я думаю, логическим образом можно будет спокойно подобрать правильный ответ. На этом все, соответственно. Мы с вами разобрали один вопрос, он достаточно простой. Я думаю, что каждый из вас его решил и правильно это сделал. Поэтому будем идти дальше. В следующих видеороликах, соответственно, будем разбирать все остальные вопросы. Все, всем пока!